Полузащитник Юсуф Языджи выступил с прощальным заявлением после ухода из московского ЦСКА. Напомню, футболист выступал за клуб на правах аренды, однако о полноценном выкупе Языджи у Лили российскому клубу договориться не удалось. Вероятно, самая сложная часть нашей профессии — необходимость прощаться, но это часть жизни. Моя история в ЦСКА завершилась, я всегда буду вспоминать это время с теплотой. Хочу поблагодарить наших болельщиков, партнеров по команде, персонал, тренерский штаб, чью поддержку я ощущал на протяжении этих шести месяцев. Вы всегда будете в моем сердце, — приводит слова Языджи официальный сайт ЦСКА. Языджи был арендован ЦСКА в зимнее трансферное окно с правом выкупа. За московскую команду турецкий полузащитник в 12 матчах забил 8 голов и отдал две результативные передачи. Языджи выступает за Лиль с 2019 года. Соглашение Юсуфа с французским клубом истекает в 2024 году. Перед тем как продолжить по традиции призываю вас не пожалеть несколько секунд своего времени и поставить лайк этому ролику. Большое вам спасибо. Стали известны условия нового контракта, который Манчестер Юнайтед предлагал Полю Пагба. Клуб предлагал полузащитнику зарплату около 300 тысяч фунтов в неделю, сообщает журналист Sky Sports с Кави Солхекль. Эта сумма оказалась недостаточной для игрока, и он отклонил предложение. Француз покинет Юнайтед этим летом на правах свободного агента. Сообщалось, что футболист близок к возвращению в Ювентус. Генеральный директор Зенита подтвердил, что Юрия Алберта может покинуть клуб. Рассматривается вариант двусторонней аренды сроком на один год, сказал Александр Медведев. Сообщалось, что на время рассмотрения предложений и возможных последующих переговоров Юрий останется в Бразилии, где будет работать по индивидуальной программе. Вчера появилась информация об интересе Колберта со стороны нескольких клубов. В минувшем сезоне бразилец забил четыре гола и отдал две передачи в одиннадцати матчах РПЛ. Иван Обляков будет выступать за ЦСКА под десятым номером. Ранее полузащитник играл за московский клуб под девяносто восьмым номером. До него в ЦСКА под десятым номером выступал Алан Загоев, покинувший клуб этим летом. «Ване, передаю тебе свою десяточку, желаю побольше голов, красивых голевых передач и ярких побед, я в тебя верю», — сказал Загоев. «Десятка мне всегда нравилась, думаю, почти все футболисты мечтают под ней играть, кроме защитников и вратарей. С одной стороны просто прикольно, с другой, человек под номером десять обычно техничный, креативный, играет в атаке. Это те качества, к которым я стремлюсь. Еще, разумеется, это большая честь, тем более в таком клубе, как ЦСКА, поделился Обляков. Московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника «Крыльев» советов Антона Зиньковского. Новичок будет выступать за красно-белых под семнадцатым номером. «Добро пожаловать в «Спартак», — Антон», — написала пресс-служба красно-белых. Отмечается, что контракт с футболистом рассчитан до 31 мая 2027 года. Президент ЦСКА Евгений Гинер резко ответил на вопрос о переходе чемпионата России на систему «Весна-осень». Журналист спросил, возможен ли переход на «Весна-осень». «Это супер-умный шаг, обязательно надо, мы должны идти в противовес всем», — говорит Гинер и обращается к журналисту с вопросом, давно ли тот в журналистике. «Не помните, кто был инициатором перехода на «Осень-Весна», — продолжает он. Журналист ответил, что сам Гинер и был инициатором перехода. А сейчас я должен вам ответить другое. «Вы меня за дурака держите или за дебила? Меня учили старшие, сынок. С возрастом походку не меняй», — передает слова Гинера корреспондент портала чемпионата Андрей Панков. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в курсе новостей из мира спорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова